В части развития высшего образования на всем Дальнем Востоке Хабаровск должен быть одним из сильнейших центров, консолидирующим и лучших преподавателей, лучшие вузовские программы, межвузовские программы. Программу реновации дальневосточных городов в прошлом году объявил президент России Владимир Путин. Сейчас муниципалитеты разрабатывают мастер-планы. В Хабаровске одним из флагманских проектов стал межвузовский кампус на базе ТОГУ и Университета экономики и права. На моем письме президенту появилась его резолюция в адрес министра образования и науки Фолькова по нашему кампусу, где я подробно изложил наши планы, внести предложение о поддержке. То есть это уже серьезный шаг вперед. Кроме межвузовского кампуса, в рамках программы реновации в Хабаровске планируют открыть международный терминал аэропорта и построить тепломагистраль ТМ-35 для будущего миллиона квадратных метров жилья на Ореховой сопке. А в этом году в микрорайоне начнется строительство школы на 2200 мест. Хабаровск по последней переписи населения Российской Федерации прирос. Это самый большой город Дальнего Востока. Это витрина. Это самый большой европейский город на Востоке, в Азии. Поэтому, конечно, это накладывает серьезную ответственность на нас с точки зрения и градостроительной политики, с точки зрения развития инфраструктуры. Первым вопросом, на который мы должны найти ответ, о чем город, о чем его экономика, что хотят его жители, какой он сегодня, какие его проблемы, которые нужно решить в первую очередь, и какие его сильные стороны. В этой части очень интересные мысли были высказаны, и я всецело поддерживаю. В рамках подготовки мастер-плана реновации Хабаровска правительство региона заключило соглашение с госкорпорацией ВЭБ-РФ. Итоговый документ планируется представить президенту на Восточном экономическом форуме в сентябре.